Все, работает. Эхо, убери, эхо, там есть много, буду убрать, эхо. В этой желтой ломкой траве, покуда в памяти не останется ничего, ни голосом, ни хлиппинг, ничего, кроме отдающей виничной крови. Продолжение следует... Сочинил сегодня стихотворение, вот буквально вот по дороге, но не решаюсь прочитать, потому что нас записывают. Люди безнадежно устаревших профессий радостно поднимают к небу глаза, недавно полные слез. По Тверской идет процессия процессий, поэты которых принимают всерьез. Поэты заходят в кабаки и банки, в обывной магазин ЭКО, в книжный магазин Москва. И везде в обмен на их сонеты, верлибры и танки им достается одежда, обувь, выпивка, жрапа. Все люди довольны, только геи возмущаются. Почему? Им можно, а нам нельзя. Парад. Им можно, потому что они с нами прощаются. Они уйдут и не вернутся назад. Пока есть дети духовно богатых родителей, пока богатым не запретили иметь детей, у этих мудаков будут зрители, а значит снова наступит этот черный день. Кто плачет, кто поет, кто ваньку ломает, кто говорит, что это не поэзия ни хера, А по Тверской ходят люди, и за стихи покупают кучу бесполезного или полезного добра. Привет! Я поэт! Привет! Я поэт! Проверь! Я не зверь! Проверь! Я не зверь! Выглядит вот именно с этого ракурса, как какой-нибудь шумерский барельеф или что. Очень. Наверное, самый неизвестный среди самых красивых московских домов. Или наоборот, самый красивый среди самых неизвестных. Саша, какова цель нашей экскурсии? Цели нет. Цели просто как можно больше всего посмотреть и все. Конечная цель в смысле географического – добраться до Сокольников. А, вот я сейчас вспомнил, что хотел Саше Курбакову сказать. Впрочем, может, я ему это уже и говорю. Я правда знал Лену Данчика. Собачка мужику отвечает. Скажи, ты правда знал Лену Данчика? Саша. Да. Я вот забыл. Кажется, говорил, а может и нет. Сереж, вылезай. Что? Что я правда знал Лену Данчика. Да, говорил. У нас просто один за другим лучшие поэты. Александр Курбатов, прошу вас, прошу вас на сцену. То, что я сейчас буду пытаться говорить, это в некотором смысле города, стихи, они получаются естественным образом во время перемещения по городу. Собачка, собачка, скажи, пожалуйста, собачка, собачка, А где тут улица, лобачка, лобачка, а то никак я не найду. Задумалась собачка, ты же не поймешь, коли скажу я по-собачьему. И стала носу в правую сторону покачивать. Пойдем со мной, я доведу. Идти нам неудобно, Палить теми, да по колдобинам, колдобинам. Мы осторожно ставим ноги, наши ноги, наши ноги, Чтоб не поломать, не стать неухоженными. Промозон на железо над дорожными, дорожными. Здесь бродят немцы отмороженные. Собачка, собачка, признайся, ты ж на самом деле не собачка. Ведь ты ж на самом деле Лена, Лен Данченко. Не бойся, я тебя узнал. Расплакалась собачка. Мужик, ты правда помнишь Лену, Лену Данченко. Ее уж сорок лет, как нету, Лены Данченко. На сорок лет ты опоздал. И вот они, обнявшися, Друг друга рад сна узнавший, обнявшися, Про детский сад, расвспоминавшися. Куда-то медленно бредут В Бермудском треугольники. Там, где мелькомбинат, сокольники, сокольники. И где бесследно исчезают алкоголики. Быть может, счастье ей найдут. Блестяще, блестяще, блестяще у нас сегодня, ну-ка, оценки. Три, пять, 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 четыре, три. Все евреи. Добрый вечер. Сегодня у нас церемония открытия Седьмого международного поэтического фестиваля Лиенари Паэлл. Мы начинаем, как всегда, осенью. Это важное время для русской поэзии. Сегодня нам сообщили, что около 60% населения России сейчас испытывают осеннюю депрессию. Я думаю, что это самое время, чтобы начать фестиваль поэтов. Впрочем, ничего, я в этом не понимаю. У меня даже нет мобильного телефона. Я их побаиваюсь. Сейчас вот попросил у Ниночки, чтобы позвонить Дианочке. Да и твой номер. Она, понимая, в виде кто-то выбрала. Я думаю, что одна из идей нашего очень разнообразного программы, очень разнонаправленного фестиваля, это попробовать ощутить, что же такое поэт сегодня в соотношении с другим. Культура довольно долго существовала в ситуации пирамидальных иерархий. Когда возникало, бытовало представление о том, что есть один главный поэт, несколько поэтов поменьше, несколько еще поменьше и так далее. Со второй половины XIX века культура начинает функционировать иначе. Главного поэта нет, никогда больше не будет. Те, кто его ждут, не понимают, что происходит. Потому что устройство культуры изменилось, и такое устройство культуры, которое привело к появлению Пушкина, никогда больше не повторится. Тех, кто пишет стихи на русском языке, десятки тысяч. Сколько из них настоящих поэтов, об этом можно спорить. Я эмпирически пришел к цифре примерно 600. Пусть поэзия придет в каждый дом, в каждый аул и кишлак, в каждую семью, на каждую подпольную фабрику с нелегальными вьетнамскими гастрами. Пусть проникнет в семью премьер-министра, в семью президента, в семью администрации президента. Пусть поэзию подают на завтрак, обед и ужин. Пусть она стоит на столе, пусть она сидит за столом, пусть лежит на диване, пусть спускается в унитаз. Пусть поэзия будет везде, в каждом сердце, в каждой пизде. А сейчас поэты так и существуют. Ты меня знаешь, я тебя знаю, ты хороший поэт, и я хороший поэт. Как ни странно, хоть там вроде какие-то смешные, совершенно никому не нужные, уж точно поэтам не перепадающие деньги, но это в некотором образе шоу-бизнес. Понимаете, там надо постоянно зажигать каких-то звезд. Но я вообще слово поэт не люблю. Я был стихослагатель, вот мне нравится слово. Пушкин был поэт, а сейчас-то какие-то поэты. Вообще живем благодаря тому, в 1999 году был юбилей Пушкина. А Пушкин написал, как вы знаете, слайм, вот я такой подробный в мире, жив будет хоть один пи. И вот эта его фраза позволила нам заставить наши власти дать деньги на то, чтобы сегодняшние поэты могли выступать на пиенале. А на этом фестивале 100 рублей с портретом Пушкина. Значит, 50 рублей это Борис Пастернак, вот здесь, предприемская завица в исполнении, бильжок. Еще есть у нас 50 рублей и здесь Александр Лок и Рюха, естественно, да? И 10 рублей это Иосиф Бродский и Трух. Спасибо. Почусью, 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 почусью. Отсюйте, у многих поэты так смотри на одно лицо. Висите, у них не виситяй, они всех крупных лицо. Это поэт Дордыкин. Покупайте книги Дордыкина поэта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка! С книжками вроде Я еще ее не открывал Там должна быть книга Вроде для одной книги Той, которую я представлял Тяжеловато Хотя книга большая Но неужели настолько? Я вообще мечтал об этой книге Когда будет какой-нибудь Паривал, я открою и посмотрю Вот, потрогай Приятно? Это легендарный справочник Стихотворных книг Если не ошибаюсь С 1900-го По 1955-й Вот это какой-то сюрреалистический забор Небесного глаза В ситуации, когда культурное... Когда предложение на культурном рынке Превышает спрос То есть книжек столько, что живой человек Не в силах это прочесть В таких объемах Возникает необходимость в посредниках Которые совершают Некоторый предварительный отбор Причем не только по принципу Хорошо-плохо Но и ориентирующий отбор То есть Подсказывающий читателю Определенного типа И с определенными интересами Что вот ему вот сюда Вот в эту сторону А если у тебя другие интересы То тебе вон туда Вариантом вот этой посреднической деятельности Валяется кураторская деятельность То есть деятельность человека Который группирует Тексты и авторов Формируя из них Журналы Или книжные серии Или циклы литературных вечеров Или какие-то фестивали Или сайты Стихи о современной русской поэзии Называется Название тоже длинное Открытое письмо Меру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову По вопросу Не приглашения меня С Емелина На пятый международный фестиваль Биеннале поэтов В Москве Юрий Михайлович Я вам закладываю Не по службе А по душе Юрий Михайлович Злодейский заговор Будет реализован И реализуется уже Юрий Михайлович Вас наебали Отберите у них бюджетные средства назад Под маской поэтического биеннале В Москве готовится очередной гей-парад Значит, чем больше тебе хочется любви Чем больше тебе хочется востребованности Чем больше тебе хочется одобрения масс Тем более низкоквалифицированный продукт Имеющий тем меньшее значение для вечности и культуры Ты производишь Если Ты хочешь Разговаривать с Богом Грубо говоря То тебе придется искать для этого язык Который дворник дядя Васи Вероятно не поймет Мы должны обеспечить Поэзии возможность Прийти к читателям Или мы должны обеспечить читателям Возможность прийти к поэзии Послушай меня Слышишь? Нет, не послушаешь Только аккуратнее не ронять Вот хорошая Хорошая малышка Вот это тебе ножка Турмать Уличка Старушка У меня была очень успешная первая книжка Потом меня не выпускали Следующую книжку При советской власти 10 лет Главная редактриса Которая меня почему-то очень не любила И она меня спросила Зачем ты пишешь тихий Я сказала морда Я не задумывалась Она сказала А ты задумайся Может тебе не надо их писать Тогда я задумалась И сказала Вы знаете Если человечество От моих стихов Ставит на песчинку Добрее И человечнее Я к вам Не зря сюда хожу И вы знаете Вот мне кажется Что Вы ошибаетесь Если вы думаете Что поэзия не нужна сейчас Широкому читателю Мы просто не можем выйти До этого широкого читателя Я написала Как сделать Чтобы поэты пришли снова в школы Чтобы мы растили своих читателей Мне ответили все Вплоть до министерства образования Спасибо вам большое За ценное предложение Но на этом все кончилось Ну мы еще Сейчас пройдемся Так хотел Обезьянкам почитать Хотя в принципе Мне все равно Кому Лишь бы слушали Хоть в червячок Там хоть в жучок А все же таки Обезьянкам хотелось Как много ос Какой холос Как много ос Какой хаос Приду, приди, но Предупреди Приду, приди, но Предупреди Я искатель приключений В мире слов и их значений Я искатель приключений В мире слов и их значений Спасибо огромное Вам спасибо Спасибо большое А на следующий Геннадий-то вас пригласили Который будет? Нет Сейчас можно вас Портить автограф Конечно, почту защищать Так, кому? Меня зовут Павел Нет, просто я даже Начал читать Про то, что смерть выходит И вдруг вот там Вот этот весь конкретно Комплекс порнографических строп Где описывается Гомосексуальное изнасилование Их не существует С удивлением я просто Я сам-то ее Так А можно мне тоже Пожалуйста Где-нибудь Расписаться Кому? Для Евгения Евгению? Просто Вот пусти Ее ассоциатуру По-моему есть Конечно Вот пусти Читают, завидуют Сил У меня тут Возникла мысль Повести вечер Полевое исследование Ныне здравующих поэтов Чтобы они Прочитали отдельно Стихотворения Которые написаны В трезвые периоды жизни И в нетрезвые периоды жизни Чтобы Людям наглядно показать Пользу трезвого образа жизни Нет Ну если Если это не получится То наоборот Пользуя 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 Айсан Дело в том Что у меня Я же У меня очень Сейчас будет Нетрезвый период жизни Но я в них Не пишу текстов Вот в том-то и дело Мои тексты Только все В трезвом написано В том-то и дело Что если Поэт люди Авторитетно заявят Что все свои тексты Тяжут Ну я могу А где это Счевить Это будет Очень такая Действенная А у вас Какая-то компания Борьба с отрезвость Поэт не имеет права Быть филистером Обывателем Раз он не обыватель Значит у него Не может быть Особого достатка У него не может быть Благополучной Семейной жизни С женой домработницы И кошкой Он не может любить Сильно власть И должен против него Высказать Ну и так далее А дальше получается Что он должен пить Должен употреблять Наркотики И А так далее Я Хотел Предложить Всем Собравшимся Вы За Нашего дорогого Замечательного Севу Точно Гениального Севу Что бы там Не происходило Твои семьи Всегда приносят нам Радость Они Не мучайся Севу Спасибо Емелин Имеет власть Над умами Тех У кого Ума нет И в этом смысле Там все в порядке Значит Только инстинкты А он ненавидит Всех Кем он не командует Он требует У него административный восторг У него начальственный зуб А меня он ненавидит А меня он ненавидит Потому что он считает Что все поэты Которые есть Должны быть назначены им А я как-то Обошелся Слава тебе Господи Не зашкварился Об него Я знаю Одного хорошего Прозаик Это тебя И одного Хорошего поэта Это Сева Емелина И я Сева В самом деле Он лучший Русский поэт И не пиздить Выпьем Может Злое Когда мы придем К власти Мы проведем Такую чистку Что русская литература Наконец-то Станет Расправиться На своих пленях Я открываю Свою эволюцию Я открываю Свою эволюцию Моя эволюция Дышит и слушает Моя эволюция Дышит и слушает Новые хома В припрыжку По улицам Новые хома В припрыжку Новые книги И новое кино Новые книги И новое кино Здравствуй же Милый Хома революция Здравствуй Милый Хома революция Здравствуй Победа Над сапиенс говном Здравствуй Победа Над сапиенс говном Либо у поэзии Есть некоторая Своя собственная Эвистенциальная задача То есть она Как таковая Зачем-то Всерьез нужна Или это Такая чисто Прикладная штука Да То есть Вот В столбик Там легче запоминается Условно говоря Можно человека развлечь А можно увлечь На баррикады Увидеть Путина В бикини В короткой юбке В пигудях Изгиб его Прекрасных линий Сатуировка на грудях Прекрасен Путин В час заката И в предрассветные часы Он рядового депутата Целует В пышные усы Целует Мальчика Младенца В его Младенческий Живот Бурята Вепса И чеченца Целует Путин Весь народ Ну просто поэзия Мне кажется Намного легче Может донести Те простые слова Которые люди ждут И может быть Мы видим эту ситуацию По-разному Но я уверен Однажды Обязательно Заговорим на равных Мне просто кажется Что у нас в парламенте Сидят пидорасы А страна-то у нас Самая лучшая Правда В 58-м году Здесь был установлен Памятник Маяковскому И тогда На официальном мероприятии На сцену Поднимались Именитые Советские поэты Которые читали стихи Люди здесь обменивались Самоздатом Обсуждали политические Какие-то процессы Которые происходили Тогда в стране И власти это поняли И через какое-то время В 61-м году Сюда стали приходить Сотрудники ГГБ Просто сотрудники милиции Начали разгонять Эти сборища Может быть На следующее Чтение сюда придет ОМОН И разгонит нас А разгонят Найдутся другие люди Которые возродят Эту традицию снова Мы уже вошли в историю В историю Москвы В историю страны Это детская площадка Которую Патрулист В 77-м году Завод Водоприбор То есть вход на эту площадку Обрамляли два слона Она вот так вот И первое время Площадка пользовалась Бешеной популярностью Потому что водоемы Были с водой Летом там дети Купались Съезжали с горок В общем она Теперь Курсируют слухи Об этой площадке Под именем Первого советского Атвопарка Выше высоток Ветвей Слышен один мотив Выходи на свободу Матвей Выходи на свободу Скиф Прокурора больше Не тронь Прокурор Беззаветно глуп Прокурор Не пройдет огонь Не дотянет До медных труп Ведь сразила его Вода А там было-то На стакан И теперь Прокурора Всегда Будет мучить На кухне кран Будет капать В глухой ночи И услышав Мокрый укор Прокурор Заорется Молчит Проснется В поту Прокурор Под лежачий камень Вода Не течет Это знает Любой Вот такой аквапарк Господа Вот такой Господа Водопой Да Вот получил посылку Аптопус с четырьмя четверками Отлично С шестью Шесть четверок Бывает же Да Супер Супер Счастливый билет Такого не было Там разные были цветы А тут Четыре 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 Я буду что-то Ну я его съедать не буду Я уже съел Палинодрамический Счастливый билет Когда-то Во время выступления Мне И что с вами Сталось Подарили И я счастлив С тех пор Вот есть Этот Грязно-отечный Миф о Марсе Который соревновался С Аполлоном В искусстве игры На флейте Победил И Аполлон Создал с него кожу Этот миф Он не верен Потому что Для того чтобы Превзойти Бога Надо изначально С самого себя Создать кожу Вот любой молодой человек Люди начинают писать Таким юности У него создана кожа Каждый контакт с миром Извает на него чудовищную боль Каждое крошечное прикосновение Отзывается во всем теле Сам дар Поэтически Это Это скорее Проклятие Это Болезнь Тяжелая болезнь Если Действительно Есть талант Поэт Он как человек Без Беззащитного Вот Вокруг себя Этого панциря Который Свойственен Обычному Нормальному человеку Что у него Много слоев И вот Семья его защищает И работа И какие-то Перспективы Жизненные И личный Как бы Личная установка На то что Вот я сейчас Поработал Потом возьму Забью себе Чем-то мозги Утром Прямую Пойду На работу У поэта Нет этих Защитных Ограничений Он голый То есть Его ранит Все Абсолютно И чтобы его Чтобы защититься Вот Ну как-то Хоть какую-то Защиту Он там Напивается Или там Безобразно Ведет себя А где Саша А Саша Пойдет Да как Ну Наш Сегодня Разоговор Начался С его Признания Что у него Топографический Кретинизм Что он Почти Не ориентируется А я Совсем Не ориентируюсь Так мы можем Заблудиться Запросто Вот то отношение Который сейчас Транслирует И пытается Перенести к нам Кузьмин Это отношение К поэтам Как больным детям Как детям-инвалидам Которым покупают Игрушки особые Для которых Эти самые Пандусы Оборудуют Какие-то Бассейны Такие Только на 30 сантиметров Чтобы воды было И вот он хочет Загнать всю поэзию Вот туда Потому что В такой поэзии Он получается Главный Из этих инвалидов Кредит Топоров Гнида А не куратор Это другая профессия Багровеют Багровеют закаты Близок общий капут Либеральные гады Топорова ебут Колят когтем железным И зубами грызут И вершат над полезным Свой неправильный суд Ну и зарабатывать Конечно Как же не зарабатывать Грант Это откуда бывает Откуда вообще бывает Ну вот оттуда Когда вытекает ощущение Что Ты поэт Который должен Отчитать Продать сборник Подборку Хоть и серьезный журнал Это один вопрос Один вопрос Когда Ты несчастное дитя Тебе надо дать пенсию Купить тебе конфетку Вот оттуда формирует грант Недавно Пошел На даче был Пошел в лес за грибами И Блуждал Девять часов И вот я значит Подхожу к этой самой Калитке И вижу что это не калитка А это просто посреди леса Стоит какая-то Клетка железная Потом увидел человека Страшно обрадовался Это бабушка какая-то оказалась Вот Обрадовался Что вот человек Ну короче говоря Она мне Посоветовала мне Идти в обратном направлении И я пошел А потом оказалось Что это было неправильно Секретный завод Квант Он не только неправильное время Показывает 1659 Он еще и Температуру неправильную Показывает Специально Сейчас Два часа с копейками 12 градусов Показывает Что сейчас 12 градусов Время 1659 Возможно Там встроенная машина Время у него Какая-то Рождается в башке Стихотворение Писать стихи Такое наслаждение Читатель мой Поэта не забудь Ну что молчишь Скажи хоть что-нибудь Эта страница Тебе только снится Эта страница Тебе только снится Сквозь слезу Хихи-ка я Напишу Стихи-ка я Сквозь слезу Хихи-ка я Напишу Стихи-ка я Проверь Я не зверь Проверь Я не зверь Не знаю Вот с этой стороны Сюда в овраг Я ни разу не спускался Можно на свой страх И риск пойти отсюда Некоторые товарищи Восемнадцать Еще девственники Увлекаются поэзией В частности Эдгаром По Непрерывно Непрерывно думая О сверхъестественном Часто они Гуляют По Осиновым Рощам Старым Паркам Сопровождаемые Стаей Собак Бездомных По заброшенным Темным Стройплощадкам Пыльным Проездом Ночным Промзонам В этих местах Надеются Встретить Красавиц Нежных Белых Еле живых Но если Встречают Красавиц Из перечисленных Третьих Еле живых Вонючих Бомжих На верхнем этаже Уже Насыпался Слой Почвы Выросли Деревья В основном Березки Я туда Из интереса Забрался Наверх По лестницам На этот Бывший Верхний этаж Среди березок Вижу матрас Там еще Подушки Что-то лежит Явно человек Место себя Обустроил Для жизни Но я постеснялся Стал спускаться Навстречу Мне подымается По лестнице Как раз именно Этот самый человек Такой Бомжеватого вида Мне как-то Стало неловко Что я в его жилище Зашел У меня с собой Была Бутылка пива Я говорю Вот Пива не хотите Он говорит Я не пью Какой-то такой Идейный бомж Так Вот здесь Теперь по снегу Нам придется Или прокладывать Новую тропу Потому что По старой тропе Мы не дойдем До этих Плавней Просто Сознание Человека Особенно в таком Городе Огромном Оно Настолько Уже Загружено Разного рода Да всем чем угодно Загружено И удивить его И вообще Привлечь И послушать Стихи Можно только с помощью Каких-то Вот Столкновений Поэтов Между собой Авторов Вообще Сидячих Мест Я не знаю Чего Еще не хватает Входите Денег Денег Деньги Участникам И то не всем Берите Короче говоря В ухло Сама идея О том Что Народ Правомочен Выносить Некоторое Финальное Суждение Об искусстве Даже В игровой Форме Поданное Есть идея Ложная И вредная Как только Мы мысленно Представим Себе Что мы Этот слэм Перенесли В Кружок Пенсионеров Прижеке Мы сразу Понимаем Что Вряд ли Они там Выберут Что-нибудь Интересное Не совсем Понятно Почему Публика Которая Собирается В молодежном Клубе И в поэзии Понимает Ровно столько Сколько Пенсионеры Собирающиеся Прижеке Выберет Что-то Хорошее Как известно Не тот Побеждает Кто Орет А тот У кого Лучше Стихи Такова Традиция Московского Слэма Кто бы Там Что Не говорил Сегодня Выступают И вот В каком Порядке Леня Гольденцвайк Алевтина Дорофеева Александр Курбатов Антон Ритунских Галина Рымбо Егор Сальников Дарья Серенко Евгений Симаков Алексей Ушаков И Аркадий Штыпель Прекрасно Зажег Ши На последнем Отборочном Туре Вот Изготовились Славные К буйному Слэму Аэды Сорокоградусной Влагой Могучие Глотки Омыли Нынче Судьба Их Свела Наресталище В полу В суперфинале Люди Достойные Им Сообразные Выставят Балы Или же Несообразные Это уж Как повезет Им Вот Возвышает Чистейший Глаз Волоокая Рымбо Вот Длинноногая К чуткому Челку Склоняясь Микрофону Издавна Милая Мне Сплетает Стих Алевтина Густо Бродатый Курбатов Слезы Из глаз Исторгает Песню Печально Прекрасной Нам Жаль Музыка И Собачку Александр Курбатов Прошу Вас На сцену После смерти я Не попал в рай Не попал в рай Не удостоилась А попал я Словно демоном И они меня Нас портан начали Говорят, что нет Никого живых Кто подлюбил меня Все Паскал По мне Я вспомню Как на меня Смотрел Ты не думаешь Кто Забыл Совсем Помнишь Нищенку Толстогубную Возле церкви Флоры И лавора Это я была Это нищенка Это я Тебя Проверяла Так А теперь Вот я За тобой Пришла В том Моголичи Как улюбил меня Только чувствую Не смогу забрать Так что ты живи И прости меня Александр Курбатов Содержание текста Первая оценка Прошу вас Беть 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 Зачем же вы поднимали руки Если вы все в единице стоите Еще Чтобы нагадить Всем Два Пять Еще одна оценка Пять 203 Плюс 270 Плюс 154 Равно 627 Одна из версий Что тут Три разбойника Которые Свою Выручку Считали Ну или один Из этих разбойников Двоих Укакошил И считал Сколько теперь Теперь у него выручки Это сюда только собаки ходят А вот туда люди явно Сейчас мы аннулируем все результаты И в полуфинал выходят четыре автора Которых назовет Данил Файзов Участник группы культурная Что? Инициатива В полуфинал выходят Александр Курбатов Егор Сальников Евгений Симаков И Аркадий Штыбер Первые четыре места Две недели назад Когда проходили Там как раз Только-только Образовался лед И навстречу идет куча школьников Они веселые-веселые О, говорит Сейчас пойдем на лед Провалимся И сдохнем Идем купаться В Аферике И не боятся рыб Мутантов Мутанты сами Но все уже Мутант синандром И пяти кадров Мутанты сами Мы все уже Мы алтогольные мутанты Идем купаться В Аферике На Шерепихинском диком пляже Трусы и рубашка Лежат на земле Лежат как память О нас, отважных Трусы и рубашка Лежат на земле Мы не побоялись Попасть под боржу Браво, Александр Курбатов Первая оценка За содержание текста Прошу вас Два Два Три Завалили Минус один Вторая оценка За мастерство Исполнения Александр Курбатов Херовый выступал Александр Курбатов Да? Херово, да? Усаж Не знаю, как мы отсюда будем выпираться «Завис «Завис»» «Завис» Херово, уги «Завис» Нингвиш Шоро, угدي «Завис» В траектории движения по городу есть свободная импровизация, как движение руки по телу женскому. Ну а город мне местами подставляет самыми своими потаенными, самыми поласки стосковавшимися. Я ласкаю его взглядом, как ладошкой, мну тропиночки, затекшие подошвами. Сам себе кажусь поэтому хорошим я. С людьми не получается вот так. Значит, Анна Альчук, собрание стихотворения, выпущенное издательством НЛО, 21 книга. Сейчас я уже буду называть количество. Дмитрий Веденяпин, что значит луч, 22 книги. Кстати, он в прошлом году, около больше 60 книг, был лидером у нас абсолютно. Николай Изрягенцев, улица Тасса, 22 книжки. Тимур Кибиров, греко-и римско-кафорические песенки и потешки, 25 книг. В прошлом году она тоже была в лидерах. Максим Амелин, Гнутая речь, БСГ Пресс, 25 книг. Пятое место, вот Николай Байтов, который в общем списке на шестом, с книжкой «Думай, что говоришь», «Калибри». 29 книг. Далее в Веденске, все, 30 книг продано. В прошлом году она тоже была в лидерах. 41 книжка Ирины Ермакова. Второе место Алексей Цветков, детектор смысла. Ну и мы надеемся, что будем продолжать эту добрую традицию, подводить такие итоги определенные. Большое спасибо. А, да. А кому? Ну, вам. Мне. Вот вы говорите, лидеры продаж, да, там первое место. 40 книг, ну это капля в море. Дело в том, что у меня есть статистика больших магазинов, например, Москва или Библия Глобус. Да, они продают за год, например, не тех авторов, которые мы, а, например, Евгений, там понятно, Евтушенко у них в лидерах, или же Андрей Дементьев, или Александр Сергеевич Пушкин. И цифры говорят, что не больше ста, не больше ста продается Пушкин в магазине «Москва». В творчестве все во что упирается, в персоналии, в титанов каких-то. Судьба им дарует, так сказать, статус решателя этих задач, да? Вот. Понятно, что это метафизическая вещь. Я верю, я верю в то, что поэт это, такой настоящий поэт, да, это действительно метафизическая сущность. Вот, но дать непосредственный прогноз там, когда появится новый Пушкин, я не могу. Пушкин, я не могу. Пушкин, я не могу.